хочу снять работу своей ректификационной колонны ректификационной колонны сам сварил поэтому как бы не особо обращайте внимание на шовчики это моя первая работа с медью но в принципе она не получилась колонна сделана по образцу и подобию блогера счастливчика в общем павел назвал его прямой и скажем так смотрел внимательного видео сделал точно такую же еще она состоит как обычно куб в данном случае у меня 50 литровый царга это метровая хотя есть еще и полутора метровая тогда будет колонна очень высокая и дефлегматор ну даже не дефлегматор дим рот то есть там получается спиралью намотана трубка шестерка примерно пять метров утилизирует она по моему 4 киловатта тена но электроэнергия забыл сказать моем кубе стоит 2 киловаттный тена да в чем особенность этой колонны что можно наблюдать за отбором ну точнее что я контролирую я контролирую температуру ну прям в узле отбора то есть она должна быть постоянно примерно 75 76 градусов ну грубо говоря это температура кипения спирта здесь у меня идет такая супер красота это отбор по жидкости идет до охладитель отбор я регулирую вот этим таким краном не краном зажимом этим зажимом я должен отрегулировать чтобы ну скажем так отбор по жидкости был значительно меньше чем переливается обратно в царку то есть здесь такое смотровое окошко она стоит выше чем отбор по жидкости идет сюда то есть все что не отобралась все переходит назад спадает и попадает в центр царки тем самым хорошая грубо говоря насадку и заново пары испаряющие флегмы поддерживают скажем так вот эту жидкость и выстраивают по определенному определенным полочкам грубо говоря по температуре кипения сначала легкой кипящие когда головы идут мы их отобрали убрали потом подошел вторая часть идет у нас кипения спиртов сейчас вот выстроена здесь спиртовая как ну скажем так полка которую мы отбираем то есть наша цель какая регулировать вот этим зажимом такую скорость отбора чтобы она была приблизительно в пять раз меньше чем назад возвращается то есть если я смотрю здесь восьмерка примерно довольно хороший нормальный поток постоянно возвращается и орошает то отбор у меня сейчас ведется грубо говоря там ну вот таким темпом небольшая струечка но она стоит так уверена и постоянно что еще контролируя ну контролирую еще вот этот момент когда у меня идет слабый отбор то есть малая струйка отбора по жидкости тогда у меня здесь идет слишком большой перелив и она бывает что не успевает возвращаться а стол пара и паров флегма поднимает и через тимрот выбрасывает через трубочку со связью атмосферой то есть вот видно здесь немножко выбросила это же когда она трубочку эту специально сделал то есть она у меня выведена вентиляционный канал то есть когда прозеваешь или выстраиваешь то есть бывает что ты трубка у меня полностью заполняется флегмой ну спиртами и я ее назад туда же возвращаю это показатель того того что у меня или слишком высокая температура нагрева куба или температуру нагрева куба я регулирую вот этим регулятором мощности или слишком маленький отбор вот регулируя этими параметрами температурой и скоростью отбора мы выстраиваем правильный так рабочий режим колонны обязательно следим чтобы обмен возврат флегма был ну значительно большим четыре раза больше даже чем мы отбираем чем больше отбой возврат то есть тем правильнее скажем выстраивается наша спиртовая полка и не пускает там трудно кипящие или кипящие фракции при более высоких температурах они остаются внизу потому что легкой кипящие они всегда осаждается возвращается и не дают подняться снизу более высокотемпературным фракциям так это назовем и вот играя этими параметрами мы достигаем того что мы получаем чистый качественный продукт с продолжительностью скажем так отбора ну или со временем отбора спирта спиртуозность в кубе уменьшается потому что мы отбираем чистый спирт тем самым у нас нарушается со временем вот этот баланс нельзя сказать что мы один раз выстроили вот эти два показателя наших температуру и все нет мы должны понимать что с уменьшением спиртуозности этот баланс временами нарушается и надо это регулировать тем самым как я сказал уже поджатием или добавлением большей мощности ну вот вот этими регулировками мощности скоростью отбора и контролем возврата флегмы мы добиваемся качества продукта больше вроде бы и ничего сказать вот так вот и идет процесс как у меня идет отбор как я это учитываю грубо говоря вот я забил перегонный куб вот сорок четыре с половиной литра спирта сверца 40 градусной спиртуозности высчитываю абсолютный спирт то есть спиртуозность делим на 100 умножаем на объем это как вы видите 42 получаем 17 9 зная свою скорость отбора я примерно стараюсь отбирать там литр 40 45 минут у меня на выходе всегда получается где-то 94 95 процентный спирт пересчитая абсолютный стопроцентный в 94 процентный спирт я получаю что у меня в этом кубе если все отбирать по правилам выйдет 19 литров 30 миллилитров из них головы фракции 3 ну 10 процентов тело 60 процентов и хвостов 30 процентов головы не все мы идем на выбор стоит 3 процента от общей объема 7 570 это идет однозначно на выброс здесь это самая такая фракция которую очень медленно отбирается буквально по капельно то есть если вы сами по времени можете видеть что 570 миллилитров я отбирал ну практически там не знаю час 40 том 7 процентов это один литр 332 это считается оборотный спирт я его не выкидываю но и сказать что его можно употребить тоже его нельзя это идет возвращается в спирт цирец на следующий раз перегонку здесь уже отбор идет немного быстрее но тоже не с большой скоростью когда отобрали мы головную фракцию остается наше тело дело ну я знаю что тело здесь кругу гора 11 литров 400 миллилитров и постепенно начинаем отбор тела после того как отобрал тело идет хвостовая фракция хвостовой фракции 25 процентов это тоже идет оборотный спирт который мы не выкидываем а со следующим спиртом со сердцем ну заливаем наш куб и 5 процентов которые идут на выброс но 5 процентов и даже и и не забираю просто остается в кубе и выбрасывают ну все примерно разогревая на 220 на максимальной мощности потом колонна работает сама на себя выстраиваться минут 15 когда вы выстраиваться поток я убавляю до 165 вольт и потом от пошли отбор голов и всех остальных частей нашего продукта примерно как-то так это и происходит здесь у меня что подключение холодной воды холодная вода подключается снизу получается вдохладитель входит и в нижнюю часть димрота заходит выходит уже горячей водой с димрота и по красному шлангу уходит в канализацию вода идет довольно большим напором можно конечно отрегулировать напор но скажем так я не регулирую по нагреву то есть здесь он абсолютно ледяной вот в этом месте начинается уже теплее теплая часть то есть если здесь вообще холодный здесь ледяной вот до сих пор у меня нагревается и пошла вот здесь уже нельзя держать долго вот я могу немножко держать здесь могут держать долго сколько достаточно долго то есть мне не жжет в пальце до тепло но не обжигающий а уже сантиметра вот здесь уже все невозможно держать нагрев ну вот так как-то царка обязательно утепляется чтобы не ломалась наша колонна такой довольно простой аппарат ректификационная колонна вот здесь что за крат когда я перегоняю спир цирец я собираю продукт не только по жидкости через этот шланчик ну и открываем этот кран на полную и у нас отбор идет также по пару то есть пар попадает через отверстие и конденсируясь в до охладителя стекает как спир цирец тот же пар который поднялся вверх он в димроте сконденсировался попал на полочку и сюда узел отбора здесь сконструирован таким образом что здесь две перегородки вот одну мы видим вот здесь врезана 2 тоже вот здесь не видно здесь короче что все как-то сварил не особо удобно не особо красиво одно главное функционально работает в общем так такой видео обзор получился конечно все соплит все это первый опыт и скажем так была очень такая бытовая горелка что мне приходилось очень сложно все разогревать сопли навесил но не такая тут красота нужно как практичность даже здесь у меня трубка когда внизу упирается в котел нельзя пришлось примотать припаять ну короче наколхозил как мог зато работает дешево и сердито в принципе как дешево медные запчасти тоже мало-малость денег стоит в общем так